МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 200 километров дорог за 5 дней. Улицы и проспекты областного центра очистили от снега и наледи. Сельскохозяйственному комбайну разрешили проехать по городским улицам. Кемеровский сельхозинститут благодаря федеральной программе получил современную машину для обучения студентов. За похудение и уголь, и мед. Таштагольский район поддержал инициативу губернатора поощрять здоровый образ жизни. В эфире новости. В студии Татьяна Матвеева. Здравствуйте. Потребление угля в форме топлива сокращается во всем мире. Этот вопрос стал одной из главных тем для обсуждения на Международной научно-практической конференции по проблемам углехимии. Она открылась в Кемерове и будет проходить 3 дня. На стратегической сессии участники обсудили перспективы глубокой переработки полезного ископаемого в России и за рубежом. Поэтому к участию в конференции приглашены специалисты из Китая, США, а также немецкие эксперты. Особое внимание уделили вопросам развития углехимии. После переработки многие виды продукции приобретают высокую рентабельность. Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Исламов, именно в этом направлении нужно объединять усилия научных организаций. Кстати, зарубежные коллеги высоко оценили разработки региона. Пятидневный срок, который Аман Тулеев дал кемеровским властям на уборку городских дорог от снега и наледи, истек. За это время колейность была устранена на 97 городских улицах. Это порядка 200 километров автодорог. В первую очередь колею убрали с дорог на магистральных улицах и центральных проспектах. Напомню, что на данные работы из областного бюджета было выделено 5 миллионов рублей. На эти средства к дорожно-очистным работам привлекли семь тяжелых грейдеров. Грейдеры и самосвалы стали не единственной крупной спецтехникой, которая в эти дни выехала на городские магистрали. По кемеровским дорогам проехал и современный сельскохозяйственный комбайн. Это подарок студентам сельхозинститута, чтобы они могли на практике научиться обслуживать современную технику. Подробности далее. Студент Алексей Пежьянов с техникой на «ты». А потому в кабине новенького комбайна будущий агроинженер, а ныне четверокурсник, чувствует себя на своем месте. Рычаг управления мотовилом здесь прямо под рукой, говорит Алексей. А вот к небольшому рулю еще нужно привыкать. Я хочу на ней работать. У меня больше ничего нет. У меня просто вау. Для меня она покажет просто новая, незнакомая. Много чего интересного в ней будет. Со временем найду инструкцию к ней, буду изучать. Буду изучать, как она будет построена, какие ремонтные работы будут производиться с ней. Эту машину студенты Кемеровского сельхозинститута получили благодаря федеральной программе модернизации высшего аграрного образования. Такой честью достаиваются только лучшие вузы страны. За рулем инженер-распитатель Владислав Черепанов, рассекатель полей на городской дороге, в центре внимания. Комбайн очень мощный, ощущения непередаваемые, классные. На таком комбайне по городу это очень круто, как говорится. Благодаря такому подарку будущие механики и водители зерноуборочной техники смогут практиковаться на современных машинах, узнавать их устройства, учиться обслуживать и быть первоклассными представителями сельскохозяйственных профессий. Сегодня профессия механизатора, она востребована в каком плане, не только в сельскохозяйственных работах, в сельхозорганизациях, но и в других отраслях. Поэтому молодежь идет учиться очень охотно на эту специальность. Конечно, не все возвращаются в село, но, тем не менее, сегодня ситуация переламывается, появляется интерес к агропромышленному конкурсу. Я думаю, что вот эти выпускники, которые стояли возле комбайна, они придут к нам в отрасли. Эта машина будет полезна не только студентам, но и всему Кузбассу. Она будет участвовать в ежегодных зерноуборочных кампаниях. На ней будут работать только лучшие механизаторы, что для студентов послужит стимулом к отличной учебе. Мария Пименова, Антон Ивачев, Дмитрий Шилов. Новости моего города. На кузбасских дорогах стало меньше аварий. Среди наиболее частых причин ДТП госавтоинспекция называет нарушение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда и правил пересечения пешеходных переходов. В 2015 году на кузбасских автодорогах произошло более 2000 аварий. Они унесли жизни 435 человек, в том числе детей. Для того, чтобы участниками автоаварий дети становились как можно реже, госавтоинспекция проводит регулярные беседы с родителями и водителями, вручает детям фликеры. В кузбасских школах уроки по безопасности дорожного движения проводятся по особому расписанию. Если по стране на такие занятия отведено по 4 часа в год, то в Кузбассе 16. Это же ребенок, он непредсказуем. Как он поведет себя в той или иной ситуации, это, как говорится, одному Богу известно. При движении вдоль дороги, когда идет домой, иногда много случаев, когда дети играют, один другого толкнул, все, малыш попадает под колеса. То есть неожиданно, нечаянно, никто к этому не может быть готов. Если вы стали свидетелем несправедливости или серьезного правонарушения на дороге, сообщите об этом в полицию и журналистам телеканала «Мой город» по телефону горячей линии 8 933 300 0300. Черные лесорубы нанесли ущерб кузбасской экономике почти на 3 миллиона рублей. В рамках спецоперации «Ель» в предновогодний период лесные инспекторы и полицейские провели свыше 700 рейдов. Выявлено 11 фактов незаконной вырубки хвойных деревьев. Еще почти четыре десятка подобных правонарушений удалось предотвратить. Кроме того, зафиксировано два факта лесозаготовки общим объемом свыше 100 кубометров. Добавлю, что во всех случаях нарушений виновные установлены, материалы по 12 эпизодам переданы в правоохранительные органы. Таштагольский район приготовил свой ответ на инициативу Омана Тулеева по пропаганде здорового образа жизни. За похудение жителям Горной Шории предлагают не уголь, а мед. К слову, в южном регионе Кузбасса его производят свыше 100 тысяч тонн в год. По 3 литра сибирского лакомства получат те, кто добились успехов в борьбе с лишним весом. Кстати, вместе со сладким призом победителям этого марафона подарят и весы для дальнейшего самоконтроля. Это еще не все новости. Сколько мастеров спорта по вольной борьбе появилось в Кузбассе за 60 лет? Узнаете во второй части выпуска. И вот что еще вас ждет. Два-три и одно очко в зачет турнирной таблицы. Волейбольный Кузбасс завершил длительное выездное турне по маршруту Казань-Белгород-Москва. Лыжные гонки, хоккей на валенках, футбол и волейбол на снегу и гонки в собачьих упряжках. В Кузбассе отметили Всемирный день снега. 60 лет борьбе. В областном музее спорта открылась выставка, посвященная юбилею вольной борьбы в Кузбассе. Более полувека назад в Кузбассе появилась своя первая сборная области. С тех пор этот вид спорта в нашем регионе в числе почетных. Почему? Узнавал Антон Ивачев. Впервые на ковер он вышел еще в 57-м. Вячеслав Петин – живая история вольной борьбы Кузбасса. Обладатель Кубка СССР здесь, в музее спорта, он – главный герой. Таких экспонатов в музее спорта сегодня десятки. К 60-летию появления в Кузбассе первой сборной по вольной борьбе в областной столице открылась выставка «Классическая хватка вольного стиля». Вот шахтерский копер, из которого вышел первый кузбасский борец. Он был горняком, и звали его Михаил Чурин. В середине 50-х он стал первым кузбассовцем-мастером спорта. С тех пор вольную борьбу в нашем регионе неотъемлемо связывают именно с шахтерским трудом. Здесь десятки речащих экспонатов. Плакаты середины 70-х, значки и медали. Но главные герои выставки – это, конечно же, люди. Живая история вольной борьбы Кузбасса. Здесь и четырехкратный чемпион Кемеровской области Виктор Малютин, и Владимир Вахтель, который вот уже 50 лет работает тренером вольника в школе Олимпийского резерва. Многие из присутствующих не видели друг друга по 20-30 лет, но все равно узнают друг друга с первого взгляда. У них какое-то свое особое братство, борцовское братство. Они поддерживают друг друга, они поддерживают тех талантливых спортсменов, потому что, сами понимаете, результат – это не только талант, это большой труд. Борьба – это жизнь, а жизнь – это борьба. Это вот как раз, наверное, девиз каждого борца, который борц вольника. За последние годы в Кузбассе открылось несколько крупнейших тренировочных площадок для вольников. Благодаря этому наш регион в мире сегодня знают не только как крупнейший в России угольный, но и как борцовский край. Визитной карточкой Кузбасса стал международный турнир «Шахтерская слава», который проходит здесь у нас в Кемеровской области уже не первый раз, на который снижаются борцы со всего мира и уже на самом деле выстраиваются очереди, чтобы здесь на Кузбасской земле попробовать свои силы. Всего за 60 лет Кузбасс воспитал 330 мастеров спорта по вольной борьбе. И сегодня очевидно, что это не предел. Антон Ивачев, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Волейбольный Кузбасс завершил длительное выездное турне по маршруту Казань-Белгород-Москва. Заключительный матч серии подопечные Дениса Матусевича провели против столичного «Динамо». Кемеровский клуб оказался сильнее в первых двух партиях, но хозяева площадки сумели переломить ход встречи и сравняли счет. Исход противостояния решился на тайбреке. Удача оказалась на стороне «Динамо». Кузбасс уступил 2-3 и заработал 1 очко в зачет турнирной таблицы по итогам выездной серии. Следующий матч подопечные Дениса Матусевича проведут на площадке спорткомплекса «Арена» 30 января против сургутского клуба «Газпром Югра». Хоккеисты Кузбасса в очередном выездном матче чемпионата России переиграли в гостях «Динамо-Казань» со счетом 6-3. В составе Кемеровского клуба по два мяча забили Алексей Нечков, Константин Зубарев и Денис Криушенков. Эта победа для подопечных Николая Кадакина стала четвертой гостевой в сезоне. Сейчас Кузбасс занимает пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги, отставая от топ-квартета на 5 баллов и опережая ближайшего преследователя на 6. Всемирный день снега, отметили в Кузбассе. В парке имени Верволошина и в городе Кемерово прошли соревнования по лыжным гонкам, хоккею на валенках, семейные эстафеты, а также футбол и волейбол на снегу и даже гонки в собачьих упряжках. Изначально состязания планировали на 17 января, однако из-за морозов их пришлось перенести. В итоге городской парк собрал несколько сотен участников. Отметен, что Всероссийский день снега проходил в рамках международного праздника зимних видов спорта. Он отмечается с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта и популяризирует активный и здоровый образ жизни. На этом у меня все. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова